Физькуй привет! Сегодня вполне возможно речь могла пойти о мурашках по всему телу, трясущихся коленках, а также мокрых и не только штанах. Но мы поближе взглянем на людей, которым это абсолютно незнакомо и они с легкостью готовы забраться гораздо выше площадки для банджи. Погнали! Субтитры добавил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Красиво, да? Но очень страшно. Страшно красиво! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо пошел Дорогие друзья, это аттракционно с Кассией В городе Сочи второй год, слава богу Существует единственная в Краснодарском крае школа, спортивная школа Отделение спортшколы по скалолазанию Почему-то ни в городе Краснодаре, ни в других регионах это почему-то невозможно Благодаря этому месту у нас появился такой замечательный скалодром Где можно устанавливать мировые рекорды, а также тренировать спортсменов Чему я очень благодарна скайпарку и очень рада сама Высота скалодрома 15 метров Угол наклона, естественно, отрицательный 5 градусов Это стандарт И на Олимпийских играх в Токио, где наш вид спорта будет представлен впервые То есть скалолазание Ничего лишнего нет То есть все так, как сегодня Все будет то же самое и в Токио И в 2024 году в Париже Инна, она, собственно, идейный вдохновитель этой истории Она, я просто поражаюсь ее вообще энергетике Ее инициативности Она суперкрутой в этом плане человек Потому что она заряжает энергией нас Людей в скайпарке Ну а мы, соответственно, ее И она, да, предложила Она искала долгое время, где можно расположить скалодром Для того, чтобы дети могли заниматься Для того, чтобы могли давать какие-то результаты И вот появился скалодром примерно 2 года назад в скайпарке Этот скалодром, он 15 метров Он с возможностью установки мировых рекордов То есть ребята, которые занимаются здесь Которые участвуют в соревнованиях Которые просто приходят заниматься в любой день Да, в скайпарке можно прийти позаниматься скалолазанием в любой день Просто нужно записаться Летом это вообще без выходных А зимой есть определенный график, когда у нас ребята занимаются Но история вот в том, что абсолютно любой человек Желающий может прийти и на этой скале На этом скалодроме позаниматься, попробовать свои силы Сейчас третье такое соревнование Первенство Краснодарского края Чемпионат Краснодарского края В рамках которых проходит также и первенство Сочи города И каждый раз люди приезжают и устанавливают какие-то новые для себя Свои личные рекорды Может быть там в России, в мире мы еще не такие крутые в этом деле Но для себя каждый ребенок, каждый подросток Он устанавливает здесь какой-то новый рекорд И вот сегодня разговаривая с ребятами я удивлялась Он говорит, я сегодня там сделал это Я сегодня сделал это И для них уехать из Сочи, приехать обратно в Краснодар, в Ростов, в Волгодонск Для них запомните этот результат, который они сделали здесь Любые соревнования в Краснодарском крае это событие Потому что дети должны видеть конкуренцию Должны быть подготовлены непосредственно к уже следующим соревнованиям Всероссийским и межфедеральным Поэтому мы стараемся держать уровень, держать планку Чтобы дети не расслаблялись, видели свой результат, улучшали его Мы гуляли по скайпарку, мы гуляли, отдыхали Настя увидела скалодром, говорит, можно я попробую? Ну давайте попробуем И опа, она залезла почти на самый верх Мы все очень удивились, что ей не страшно И ей физухи хватает на это И Инна нас пригласила в спортшколу Так мы тут оказались, уже занимаемся Официальные соревнования начинаются для детей 10-13 лет А так как нам всего лишь 8 То в официальных соревнованиях она не может участвовать И они, конечно, бывают Но редко, когда наберется группа Когда наберутся сильнейшие дети В этот раз группа не набралась Но было понятно, что Настя там заняла бы, конечно, призовое место Это точно И поэтому, чтобы мотивировать ребенка Тренера пригласили ее выступить Чтобы была мотивация, желание дальше заниматься Тренироваться и ехать на Россию и побеждать Много кто из тренеров говорит, что она талантлива Что это нужно развивать Не хочется закапывать этот талант Раз уж мы его обнаружили Мы работаем над этим, занимаемся И к тому же ей нравится И к тому же у нас такие прекрасные локации Это скайпарк Здесь все мечтают побывать А мы тут тренируемся очень часто И гуляем, и нам очень нравится На уровне России говорить еще рано Мы ездили в Краснодар В том месяце были краевые соревнования В дисциплине сложности Сейчас была скорость А мы ездили на сложность И там она в своей категории Ну, заняла четвертое место Но разделилась третьим, можно сказать Поэтому мы очень довольны ее результатом Никто не ожидал Как мама я вижу, что хотя бы в положительное русло У нас идет энергия Потому что ребенок залазит на все, что можно и нельзя Я очень переживаю, когда она залезает на деревья На высоту третьего этажа Переживаю, когда она начинает по каким-то конструкциям лазить Поэтому вот, пожалуйста, тренировки Чуть ли не пять раз в неделю Она приходит, вся улазилась Все, мы все счастливы И все приложено куда нужно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, если даже не стоит, не стоит выезжать за свое время Не происходит за просто победу Там вытянут за финал И финал уходит у нас И по левой трассе бежавший Иван 23.05, его время Итак, девочки, поехали Побежали вверх По левой трассе у нас бежит на полмнем Лиза, Ульяна справа Пришла в парк, попробовала, мне понравилось, предложили сходить на скалодром И сходила, начала заниматься Ты знаешь, что этот вид спорта стал олимпийским? Да То есть, этим появилась какая-то, может быть, цель, мечта? Ну, возможно С большой вероятностью, что не так много спортсменов из России вообще пойдут Но это уже другая тема Да, мы надеемся, что это даст толчок И уже потихоньку нас стали замечать Больше спрашивать Интересоваться, помогать В документации Да, какие-то светлые стороны есть Но, конечно, всегда хочется большего И мы приложим к этому все усилия ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы с папой пришли первый раз Мне чем-то понравилось И просто начал заниматься Мне нравится больше скалодром, чем скалы Потому что на скалах надо искать зацепки, где взяться А на скалодроме все видно Я смотрю на Адама Лондру Я мечтаю будет так же, как он Мне 11 лет И я занял первое место ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нравится скалодром, потому что развивает большую часть групп мышц, так скажем Мне в этом спорте нравится то, что ты никогда не знаешь своего результата Ты не знаешь, чего ты добьешься И с каждым разом, с каждым пролазом ты узнаешь о себе что-то новое То, на что ты способен Ты умеешь держать свои страхи Ты также узнаешь что-то новое о своем теле, о своих группах мышц Я пришел в этот спорт вообще Я пришел в этот спорт вообще, ну, грубо говоря, случайно И все Как ты пришел? Да просто гулял Потом увидел, что, типа, друзья идут на тренировку Пошел с ними Понравилось Записался Я пришла в спорт тоже достаточно случайно Я до этого занималась многими людьми спорта Танцами, сплаванием Но в итоге становилась на скалолазне Так как мне это очень нравится Мне нравится каждый перехват, который я делаю Ну, не знаю, советую, наверное, всем этот вид спорта Так как, ну, он просто классный Я хочу добиться в спорте, наверное, выступить на международных соревнованиях И поставить личный рекорд на эталоне Не больше 10 секунд Альпинизм и скалолазание – это разные вещи В альпинизме ты идешь с группой Там один тащит еду, один внесет веревки Я выступал в связках Это нечто похожее на альпинизм, но только как в скалолазании Лез напарником из Луганска Даниэлом Беловоловым И мы поняли, что мы далеко не альпинисты Мы неслаженная команда Один прыгает, другой не может, потому что тяжелый Альпинизм – это не наше Альпинизм в скалолазне – это вообще две разные Абсолютно разные, так скажем, два вида спорта Но в скалолазне ты выступаешь сам за себя То есть ты делаешь свой результат А когда в альпинизме, да, у тебя есть команда У тебя есть напарник Напарник, да, который ты должен помочь, вытащить все время То есть тут такая слаженная, ну, в общем, работа Работа, слаженная работа Великий Крым, ну и других-других условных городах То есть есть, где скалолазание культивируется давно И это идет на государственном уровне Открываются огромные скалодромы То есть скалодром в скайпарке, конечно, для Краснодарского края Это просто отличное событие в открытии Мы были очень рады, что есть возможность тренировать эталонку Но, чтобы понимали, по площади, конечно же, там уступают И перским скалодромам, и московским, и питерским, и тюменским, и краснодарским В общем, можно долго перечислять Все равно мы рано или поздно, я уверен, дождемся открытия Большого скалодрома бюджетного Появления спортшкол в Краснодарском крае Пока что спортшкола, допустим, Краснодарский край Во всем Краснодарском крае Одна только в Сочи Это уже, мне кажется, характеризует уровень развития спортивного государственной поддержки Это движется все руками людей, которые когда-то этим увлекались И решили не прекращать свое увлечение А воплотить его уже в тренировочный процесс Стали тренерами, организаторами В общем, продолжают толкать потихонечку скалолазание Уровень вверх Но, естественно, при должной государственной поддержке Этот результат будет увеличиваться в другой прогрессии Они вот так вот потихонечку, как у нас Но мы все равно не отчаемся, не жалуемся Мы делаем свое дело И надеемся, что это когда-нибудь заметят и помогут нам Скалолазание молодое Наверное, Министерство спорта к нам пока приглядывается Думает, что мы еще не безопасны Что мы там какие-то горы ходим, по снегу перебегаем Но это не то Они, может, поймут года через два Увидят, что у нас отличный вид спорта Детям нравится Он многогранный Вообще многоуровневый Для любителей, для школ, для детей, для взрослых В общем, для всех И можно заниматься всю жизнь Не забрасывать Бестолкновение Игровое В общем, вид спорта прекрасный Можно сколько угодно говорить Каждый раз мы это на камеру И без камеры объясняем Но надеюсь, что нас услышат Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас есть только один зал Из которого, получается, выезжают на краевые соревнования Это Горького Зал небольшой Но там воспитывался наш один друг, который выступал на первенстве мира Даже на первенстве Европы То есть зал достаточно хороший, чтобы подготовить таких спортсменов Ну, любой спорт учит добиваться чего-то в жизни Это просто не надо даже об этом говорить Но и скалазня, то есть развивает все тело Также мы учимся добиваться своих целей То есть кто-то на краевых участвует Кто-то уже на всероссийских Кто-то даже выше идет А там, может, и находит себя именно в спорте Я все-таки спорт только ради спорта А не соревнования Все-таки цели, как Что-то типа попасть на Олимпиаду Таких целей нет Я, если встану наверх и буду смотреть вниз Мне будет страшно Как мне побороть этот страх? Мы специально просим, чтобы в самом начале сначала сорвались люди Почувствовали страховку То есть вот без страховки вот это уже страшно А тут надо все-таки положиться на технологии Почему скалолазание – безопасный вид спорта? Потому что у нас есть такие страховочная система Которую обязательно одевает спортсмен Перед тем, как ему лезть выше 3 метров По стандартам она должна держать 2 тонны 200 кг И, так сказать, имеются стандарты на все снаряжение Неплохо То есть можно питаться очень плотно? Ну, можно, но как раз-таки для скалолазов Важно сохранять свой вес, так сказать Как можно на низком уровне То есть чем меньше ты весишь, тем тебе проще тренироваться И проще, так сказать, держать руками свое тело Техника – это очень важно Бывает, приходит сильный ребенок Вот, а техники у него никакой Естественно, он лезет постоянно на руках И, естественно, побеждает тот, у кого и сильные руки И еще и техника хорошая То есть бодибилдерам тут особо искать нечего? Вообще, скорее всего, они даже не залезут на середину скалы Мешочек – это магнезия Чтобы руки не потели, соответственно, чтобы не скользили И, соответственно, чтобы зацепы у нас оставались не мокрыми, скользкими, потными А, так сказать, защита еще для зацепов И также, естественно, не выделялся пот с рук Волшебные ботинки-скороходы Да, вот, я предпочитаю лазить вот в таких вот Особенность в том, что, во-первых, в скалолазании туфли покупаются на несколько размеров меньше Для того, чтобы пальцы были немного согнуты Вот, когда ты становишься на зацеп, пальцы разгибаются Если у тебя здесь размер в размер, то ты станешь, соответственно, пустотой Вот, и будешь лазить только на одних руках То есть, все-таки, вот, качество резины от скальных туфлей Но также, я думаю, что и в футболе, и в других видах спорта Трение, качество резины играет большую роль Сколько необходимо потратить, чтобы начать заняться скалолазанием? Примерно 10 тысяч рублей Но можно и дешевле, если ты все покупаешь в магазине, известном под названием Декатлон Там все можно найти для любых видов спорта С очень большой скидкой Я считаю, что новички, вот, детишки, как раз-таки, отовариваться могут там Занятия в школе скалолазания, которые находятся в скайпарке, платные? Которые находятся в скайпарке платные Примерно 3 тысячи рублей в месяц Совет от инструктора, от человека, который много лет занимается скалолазанием Как победить боязнь высоты? Вот, и что? Можно пройтись по мосту Можно пролезть в диафераты, которые здесь находятся Это маршрут, легкие маршруты, но, так сказать, со страховкой Вот, можно благодаря скайпарку посетить аттракционы типа банджи Получается, что ты просто прыгаешь, летишь вниз А потом заняться скалолазанием Можно и такой путь найти Можно потихонечку, начиная с 3 метров 3, 4, 5 и потом долезть до 15 В общем, каждому свое Если дети начинают заниматься с 10-летнего возраста То, как правило, наоборот То есть они ничего не боятся То есть тренер за них боится, чтобы он здесь, например, без страховки не полез Вот А так, когда они начинают бояться То тренер страхует То есть дети зависают Они там раскачиваются на веревке Ну, то есть они чувствуют, что их что-то держит Естественно Ну, то есть Я не считаю, что боязнь высоты Это основное препятствие для начала занятий скалолазанием Это процесс, который надо преодолеть Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Этот вид спорта, я считаю, развивает детей Многогранно Вот То есть мы получаем Развиваем все виды физических качеств у детей Именно занимающихся скалолазанием Существует теория методика физической культуры и спорта От которой, так сказать, никуда не денешься И именно готовить олимпийского чемпиона, увы, надо с 5-летнего возраста Потому что надо развивать сначала гибкость Вот, потом ловкость, а уже потом силовую выносливость Ну, то есть это никуда не денешься Соответственно, мы должны заниматься, так сказать, сначала спортивной гимнастикой или гимнастикой Развивать гибкость, а уже потом наращивать силу и скорость Какие-то требования предъявляются тем, кто захотел заняться скалолазанием? Ну, конечно, они предъявляются Во-первых, человек должен быть уже физически в 10 лет развит То есть он должен уметь подтягиваться Вот Это основное И какая-то хотя бы гибкость в суставах должна присутствовать 10-летние дети просто очень слабые Я не знаю, с чем это связано Но реально приходят дети, которые физически не подготовлены И как бы непонятно, с чем это связано Сколько подтягивается девочка, в среднем занимающаяся скалолазанием? 25 раз вот эти 11-летние девочки у меня подтягиваются 25 раз подтянуться на перекладине Это мировой рекорд, наверное? Не мировой рекорд Имеется в виду, можно руки вниз опускать, но только не слазить с турника Естественно, сразу они 25 не подтянутся То есть это говорит о силовой выносливости У нас, мы, так сказать, развиваем это С самого начала тренировок именно силовую выносливость, ловкость, координацию Однозначно можно говорить о том, что любой занимающийся скалолазанием ребенок Может стать супергероем во дворе Да, вообще, однозначно То есть во дворе, на уроках физкультуры Это точно, 100% вообще может очень много раз потянуться, там отжаться Реально за предстоящее время, эти годы подготовить претендента на победу в олимпийской программе Здесь, в Сочи, в Краснодарском крае Я думаю, что к 2024 году возможно подготовить Единственное, что надо построить еще парочку эталонов А также в Краснодарском крае, в каждом городе должен стоять такой скалодром Именно 15-метровый, по всем стандартам И именно с такими зацепами, как вы сейчас сегодня увидели Выполняя обещанное, тестируем собственные возможности по преодолению силы притяжения Но обнаруживаем неготовность Как в экипировке, так и в уверенности в себе Берем пример с тех, кому уже покорилось многое Но первым делом все-таки ощущаем потребность в хорошо знакомом турнике Любой турник не бывает пустым Даже если он появился в не совсем удобном, приятном месте На нем всегда есть кто-то, кто готов нас удивить своими собственными рекордами Вперед! Раз Два Три Четыре Неплохо Дай пять Как зовут нашего героя? Данил Сколько лет, Данил? Десять Давай десять раз подтягиваться через год Придем, проверим Ну а пока Тот самый уверенный шаг к альпинизму Который я сделал в среднестатистическом догомышском дворе В средней школе номер 76 Тогда она называлась именно так Да, собственно, и дома Когда мой папа сделал этот турник в дверном проеме Парня мы отпустили, дабы не засмущать Отметим еще раз, что настоящий турник может выглядеть даже так Вот пальмы могут у подножия произрастать Ну а я еще раз скажу спасибо своему папе За Отложенный, уже казалось бы, в костном мозге Навык К десяти отжиманиям Подтягивание Это было пять Для тех, кто заподозрил нас в монтаже Семь Восемь Девять И финальный Все четко Мы продолжаем двигаться Восемь Восемь Продолжение следует...